Вячеслав Скроминский с порога признается, я не любитель давать интервью, привычный стоять у мольберта, когда на главном месте не ты сам, а будущее произведение. Сегодня живописец закончил картину «Старый чемодан». Впереди целая серия работ, главные герои которых – такие же вещи, ставшие историей. Это работа для души. Конечно, не обходится и бесплатных полотен. Чаще всего Вячеслав Леонидович пишет на заказ портреты известных забайкальцев. К примеру, портреты его кисти есть у председателя городской думы «Читы» Анатолия Михалева и нескольких сегодняшних министров края. Реже поступают заказы от простых читинцев. Одна молодая женщина обратилась к художнику, чтобы сделать прощальный подарок любимому. Не ожидала, что эта картина станет для нее судьбоносной. Она делала прощальный подарок, заказала портрет. Потом я ее встречал, она говорит, что возобновились у них отношения. После этого портрета? Да. Как-то он ее увидел, или не знаю. С другой стороны. А что это было за портрет? Ну, это был ню. Художник, если он много работает, никогда не останется голодным, уверен Скроминский. Свои полотна он успешно продает в Китае. Там много почитателей его таланта. В «Чите» живопись не так востребована. Максимум, который готов выложить городской житель – 70 тысяч рублей. Понижен сейчас интерес к искусству за счет того, что общий уровень жизни, мне кажется, упал. Ну, вообще, вот самая дорогая картина, сколько стоило у вас? Ну, наверное, на заказ я делал портреты. Ну, наверное, 100-150 тысяч. Скроминский много путешествует, но всегда возвращается в Читу. Я всегда скучаю почти, даже на неделю уезжаю, мне не радует потом ничего. Здесь у меня время бежит быстро, там тянется. Вячеслав Скроминский счастлив не только в творчестве и родном городе, но и в браке. Два его сына уже выросли, а два еще совсем малыши. Кстати, они уже пробуют себя в отцовской мастерской. А вот вчера сыночек мой нарисовал маленький, 4 годика, маленькую картиночку. Маслом, говорит, это первая картина. Кстати, сейчас Вячеслав Скроминский работает над портретом своего сына, ловит мгновение уходящего детства. Требователен каждой детали, ведь очень скоро эта картина переедет из мастерской не на выставку, а в дом самого художника. Дарья Юринская, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.